Дворец Момплезир в Петергофе располагается у самой кромки Финского залива в восточной части Нижнего парка. Его построили в 1714-1723 годах по замыслу и эскизам Петра Великого. Он сам выбрал место для строительства и поставил перед архитекторами задачи по планировке и внутреннему оформлению дворца. Эта императорская резиденция считается самой любимой Петром I. К западной гостевой галерее Момплезира примыкает желтое одноэтажное здание Екатерининского корпуса. Он был построен для императрицы Елизаветы Петровны архитектором Растрелли в середине 18 века. Дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов. В то время он носил название каменного корпуса. Дворцовый сад Момплезира и система фонтанов созданы по эскизам Петра I, архитектором Николо Микетти. Четыре цветника с замысловатым узором разделены крестообразной аллеей. Сад окружен живой изгородью из стриженного самшита. По обеим сторонам высажены рядами каштаны, клены и липы. В центре ландшафтной композиции находится фонтан Сноп. По левую сторону дворца Момплезира находятся банный комплекс и гостевые покои для послов, родственников и приближенных императора. Итак, мы заходим внутрь дворца Момплезира. Нас встречает гостевая парадная. Несмотря на то, что Момплезир невелик по размерам, его роскошное убранство поражает воображение. Подгум галереям протяженностью 22 метра каждая, высланным в шашку черным и белым мрамором, можно прогуливаться, одновременно любуясь морем и садом с фонтанами. Галереи дворца украшены полотнами западноевропейской живописи XVII-XVIII веков, большая часть из которых относится к личной коллекции Петра I. В 1716 году Петр договорился со швейцарским пейзажистом Георгом Гзелем и его женой, чтобы те скупали картины и отправляли их в Россию. Так к концу 1722 года в одном лишь Момплезире находилось свыше 200 полотен. Волшебное и светлое место. В галерее 16 окон. Кстати, во время Петра стекла изготавливали особым методом. Поверхность стекла была волнистой и с радужным отливом. Из-за этого стекло получило романтическое название «Лунная». Большая коллекция японского и китайского фарфора была собрана в так называемом лаковом кабинете. Его стены декорированы черно-лаковым панно с миниатюрной живописью в китайском стиле. Роспись лаковых панно делась полтора года. В работе принимали участие 14 иконописцев. Фарфор в то время являлся предметом особой гордости владельцев. Петр I, собрав коллекцию, решил разместить ее в своем любимом дворце, в специальном кабинете. Наборный паркет кабинета составлен из ромбов ореха и клёна. Парадный зал – это центр дворца. Внутреннее оформление зала на редкость роскошно и богато. Особый контраст к помещению придает мраморный пол из черно-белой полированной плитки. Стены оформлены вставками из натурального дерева и украшены 22 картинами. На потолке можно увидеть ляпнину, а также роспись. Зал, двери которого выходят на берег Финского залива и в сад, простирается в тишину дворцового корпуса. На центральной частью зала поднимается большой купол, делая помещение просторным и торжественным. Потолок покрывает многоцветная роспись на тему времен года. В центре – покровитель искусств, бог Аполлон, в окружении богов четырех ветров. Зал производит впечатление огромного помещения, хотя его длина чуть больше 13 метров, а ширина 7,5 метра. Освещается зал сквозь дверь и два окна на каждой торцевой стене. Царская чета отмечала здесь семейные праздники, здесь встречали иностранных послов и государственных деятелей. Впечатление пространственности достигается конструктивным решением перекрытия, средняя часть которого поднята на высоту более 8 метров. В парадном зале можно увидеть интересный экспонат – большой стеклянный кубок. Это так называемый кубок Большого Орла. Во время праздниц его наполняли вином и в качестве штрафа давали выпить тому, кто провинился или нарушил одно из правил императора. Кухня. Редкие предметы кухонной утвари выставлены в опрятной кухне, оформленной на голландский манер. Здесь иногда готовила и супруга царя Екатерина Алексеевна. Пол вымощен крупными квадратными плитками из плотного мраморовидного известняка двух цветов. На стенах кухни выложено более 3000 квадратных кафельных плиток. Особенностью кухни является наличие каменной раковины для мытья посуды, вода для которой подавалась по трубе от фонтана СНОП. А после использования, отстоявшись в свинцовом баке, скрытым под землей, за стеной дворца, спускалась в залив. Это было значительным новшеством для 18 века. Буфетная Здесь мы видим 8 чайников, подаренные, как гласеют предания, Петру I китайским императорам. Мебельное и бытовое убранство буфетной относятся к началу 18 века. Для морского кабинета отведен северо-западный угол дворца. Несмотря на небольшие размеры, кабинет имеет три, а не два окна, как в остальных комнатах. Окна обращены к заливу. Отсюда открывается панорамный вид на Финский залив, Кронштадт и Санкт-Петербург. Все это бесконечно вдохновляло императора, влюбленного в море. Стены кабинета облицованы дубом. Забавные обезьянки в росписи на потолке напоминают о путешествиях царя в заморские страны. Рисунок паркета в кабинете сделан по собственным эскизам Петра. При Петре I в России появилась новая традиция курения табака. На столе лежат керамические трубки, привезенные из Голландии. Именно такими трубками любил пользоваться император. В морском кабинете Петр I проводил свободное время, а также играл в шахматы с дворцовым священником. Императорская спальня изолирована от парадного зала. Вход возможен только через морской кабинет и секретарскую. Основная часть спальни занята кроватью с пологом. Зеркало в золоченой резной раме 1730-х годов и мебель того же времени. Император с детства любил небольшие помещения. Ощущение теплоты и уюта достигается хорошим освещением комнаты. Стены спальни затянуты однотонной зеленой материей. На полу паркет геометрического рисунка. Камин украшают пышные гипсовые гирлянды цветов. На потолке маски смеющихся сатиров. Потолок и камин спальни – это шедевр декоративной лепки начала XVIII века. Секретарская – это деловое помещение. Здесь находился дежурный офицер, записывающий распоряжение Петра I и ведавший охраной дворца. Ноту парадности в облике секретарской вносит и камин с лепным рельефом. Есть антикварная плита XVII века. Ее подали глава Воланской фирмы «Ватлотен менеджмент», когда реставрировал вместе с российскими реставраторами монтезир в начале 60-х годов XX века. Стол, который принадлежал Анне Иоанновне, племяннице Петра Фира, когда она еще не была императрисой, а персогиней Курлянской. Здесь же письменный прибор, сделанный из бронзы. Дельский фаялс, русская бронза. Моё удовольствие, так переводится название «Мамплезир» с французского. Мамплезир открыт для посещения только в летний сезон. Осенью все картины и личные вещи Петра I вывозятся на хранение до мая следующего года, так как воздух на берегу Финского залива очень влажный. Далее мы заходим во вторую часть галереи протяженностью 22 метра. Потолки галерей покрыты многокрасочной росписью с позолотой. В росписи отчетливо прослеживается сочетание двух традиций – французской живописи Рококо и сдержанной линейной манеры русского монументального церковного письма. Затем и выходим из такой же парадной, что и была перед началом первой галереи. Всем добра! Далее выйдет ролик экскурсии по Екатерининскому дворцу в Петергофе. Субтитры подогнал «Симон»!